Друзья, всем привет! Как многие уже слышали, вышла новая версия ГПТ. Сегодня мы разберем, посмотрим, как работать с ней по API, можно ли общаться по API голосом, и также посмотрим о возможности сравним с другими версиями. Итак, смотрим, что она в два раза дешевле, чем ГПТ-4 Turbo. Также она быстрее. ГПТ-4O может обрабатывать как текст, так и картинки. По API с голосом она работать не может, но сегодня в видео я покажу, как можно сделать так, чтобы она работала с голосом. И общались мы только голосовыми сообщениями. Привет, ты меня слышишь? Привет, да, я тебя слышу. Как дела? Как быстро ты отвечаешь? Какая скорость ответа у тебя? Я стараюсь отвечать практически мгновенно, обычно в пределах нескольких секунд. Если у тебя есть вопросы, задавай. Каким годом ограничивается твоя база данных? Моя база данных обновлена до октября 2020 года. Если тебе нужна информация после этой даты, я могу использовать интернет для поиска актуальных данных. Поищи, пожалуйста, сколько сейчас стоит биткоин. Сейчас цена биткоина составляет примерно 7.4. В течение последних 24 часов его цена выросла на 5. Если тебе нужно больше информации о ценах и в постях, связанных с биткоином, можешь посетить сайты CoinMarket.com, Coinbase или CoinDiaga. Я не услышал, сколько ты сказал стоит биткоин сейчас? Сейчас биткоин стоит примерно на 6 десятки. 940 долларов. Как вы увидели, новая версия достаточно быстро отвечает на наши вопросы и даже может гуглить в интернете прямо во время разговора. Также после разговора сохраняется вся история в виде текстовых сообщений. Это можно будет потом пересмотреть, прочитать, если что. А теперь давайте посмотрим, можно ли общаться с данной версией ГПТ по голосовым сообщениям, то есть голосом. И посмотрим, какая будет скорость ответа. Итак, общаться мы будем с чатом ГПТ через Telegram. Я здесь сделал небольшого бота. Также будем использовать нейросеть, также созданную OpenEye, Whisper 1. Сейчас покажу вам. Она позволяет работать с голосом и преобразовывать, конвертировать голос в текст и наоборот. Здесь у нас есть вкладочки Speech to Text и Text to Speech. Здесь есть примеры кода, можно использовать их. Также здесь есть разные голоса. Итак, у нас будет хендлер, который принимает в себя все сообщения. Мы будем высылать только голосовые сообщения. Здесь мы подключаем наш роутер для Telegram бота. Здесь мы подключаем API ключи для OpenEye. Ну и самого бота, самого Telegram бота объявляем. Даем уникальное имя, чтобы у нас не повторялись названия голосовых сообщений. Также пишем путь сохранения. Будем работать в формате OGG. Это формат голосовых сообщений. Дальше мы получаем наш файл, получаем его ID. Берем его путь. Это конкретно путь на сервере Telegram, чтобы нам потом указать данный ID для скачивания этого файла. После мы его устанавливаем, этот файл, наше голосовое сообщение, и отправляем его в Speech to Text. То есть конвертируем его в текст. После мы данный текст берем и отправляем в самого GPT, в нашу версию GPT-4O. Отправляем туда текст, возвращаем его в ответ. И даем следующее уникальное имя для следующего нашего аудио сообщения, которое мы будем отправлять обратно в Telegram. Используем уже конвертацию Text to Speech, отправляем туда ответ нашего GPT, указываем путь сохраненный. Преобразовываем, указываем, что это у нас голосовое сообщение, что это аудио сообщение, аудиофайл. И уже через Bot Send Audio отправляем его. После удаляем ненужные файлы. Итак, давайте попробуем. Привет, как ты меня слышишь? Привет, я слышу тебя отлично. Чем могу помочь? Мне интересно, как быстро ты отвечаешь на мои сообщения. Я стараюсь отвечать на сообщения как можно быстрее. Обычно это занимает несколько секунд. Если у тебя есть вопрос или тема для обсуждения, не стесняйся задавать его. Какая версия чата GPT сейчас со мной общается? Сейчас вы взаимодействуете с версией чат GPT, которая относится к модели GPT-4. Эта модель разработана OpenAI и является одной из последних доступных на данный момент. Как я могу вам помочь? По каким вопросам ты меня можешь проконсультировать? Я могу помочь с множеством тем, включая, но не ограничиваясь следующими. Адлин. Технологии и компьютеры. Программирование. Python, Java, JavaScript и другие языки. Настройка и поддержка компьютеров. Облачные технологии. Кибербезопасность. Два. Образование и учеба. Ну, в общем, смысл понятия. Тут она записала полторы минуты голосового сообщения, поэтому, возможно, она так долго обрабатывалась относительно других сообщений. Но достаточно быстрые ответы и вполне так можно общаться. И, к сожалению, цену биткоина мне не подсказали, потому что, чтобы чат GPT по API пользовался какими-то сторонними сервисами, это уже нужно подвязывать другой функционал. Function calling. В этом ролике я этого не добавлял, но такая возможность есть, просто нужно ее добавлять. Так, ну, вроде бы все разобрали. Также помните, что если вам нужна какая-то помощь в написании или создании проекта, то вы можете написать мне в Телеграме, и мы с командой поможем вам в реализации. Также данный код я оставлю в описании, можете сами все попробовать. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok